Ну и сейчас я предлагаю разыграть тот самый очень ценный приз, который мы так вот долго ждали и анонсировали. Это будет вот такая вот красивая корона. Вот, я даже не знаю, корона можно назвать? Коронка. Корона. Коронка, то, наверное, совсем другое. Вот такая вот красивая корона. И кто правильно ответит на вопрос, тот получит ее от дизайнера Юлии Вертегел. Юлия Вертегел, это дизайнер из маэстерни авторских прикрас. Джули Трикс, само так она называется. Короны, диадемы и другие прикрасы, которые могут стать неймоверной красой как для взрослых девчонок, так и для совсем маленьких. На ваших весельях или на детских святах. Сделайте незабутный подарок вышуканной красы и качества благодаря нашей программе. И у нас уже пролунав телефонный звонок. Алло, доброго ранка. Доброе утро. Доброе утро. Мы так и хотели, чтобы была обладательница этой короны девушка. Вопрос следующий. Вы, наверное, знаете, что Клара Цеткин и Роза Люксембург являются основоположниками праздника 8 марта Международного женского дня. Вопрос следующий. Из пройденного материала. В каком году прошла та самая демонстрация женщин, которые боролись за свои права Кларой Цеткин и Розой Люксембург? Год. Назовите, пожалуйста, год. А будут какие-то варианты? Ну давайте, ладно. Варианты ответа. 1905 год. Вариант Б. 1907 год. Вариант В. 1910 год. І варіант С. 1921 год. 21. Давайте. Шкодала, це неправильна відповідь. Але ви не засмучуйтеся в жодному разі. Ми все одно вас вітаємо із тим, що 8 березня Міжнародний Жіночий день виривається навіть 9 числа у ваших домівки. Намагаться створити нам хороший настрій. 213-46-24 номер нашої студії. Маємо іще один дзвінок. Можливо, хтось буде більш уважним. Дозвонили. Здравствуйте. Добре утро. Добре утро. Такой свежий голос сразу видно с нами уже давно, с 7 часов, наверное. Как вас зовут? Інна. Інна. Вопрос тот же. В каком году прошла демонстрація Розы Люксембург і Клары Цеткин? Варианты ответа. 905, 907, 910 і 1921 год. 21 год, кстати говоря, не называйте, только що вже сказали. 1905. Шкода. І це неправильна відповідь. Не засмучитися в будь-якому разі. Знаєш, дівчата, які сьогодні нам телефонують. Навіть якщо не є переможницями в так би мовити азартих іграх, знаєте, як кажуть, не щастить у іграх, по щастить у коханні. Тож не перейматися. Сьогодні все у вас буде гаразд. Наша програма створює вам хороший настрій, а Дімон сьогодні створює вам подарунки. Я напоминаю, що вот эта корона розігрывається. Вопрос остається прежним. В каком году пройшла демонстрація за права женщин і девушек, которую організовала Роза Люксембург і Клара Цеткин? Варіанты ответа. 905, 907, 910 і 1921 год. Варіант здравствуйте, кстати говоря. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Єлена. Олена, чи є у вас варіант відповіді, як ви гадаєте, в якому році відбулася ця сама демонстрація Клара Цеткин за жіночі права? Может быть, седьмой? Шкода, Інне, сьомий рік сьогодні щось не пощастило нашим дівчатам із цим подарунком. Я думаю, що ми змінимо питання і все ж таки сьогодні зуміємо розіграти цю корону від Джулі Трікс і Юлії Верцігіл. Міняємо вопрос. І так, ну так, як вже всем понятно стало, що в 1910 году прошла та самая демонстрація. І так, алло, здравствуйте. Алло, доброго ранку. Як вас звати? Валентина. Здравствуйте, Валентина. У нас продолжається тематика 8 марта. Не забываем о тому, що 1910 год – це став основоположником 8 марта Международного жінського дня. А когда впервые женщины восстали против плохого рабочего графика, против плохих рабочих мест, это произошло 8 марта в Нью-Йорке, США. Была проведена демонстрация. В каком году? Варианты ответа 1850 год, 1857, 1860 или 1865 год? Какой второй вариант? Второй? 1857 год. Правильно? Правильно. Да, на самом деле, восьмого. Это абсолютно правильно. Вітают. Мы освятаемо саме 8 березня 1857 года в Нью-Йорке.